Коллеги, всем привет! Сегодня мы поговорим про Fluent Interface. Вы, наверное, знаете, что это такое. Давайте я покажу на примере. Итак, вот пример у нас. Есть Fluent API, когда вы заполняете базу данных, создаёте для неё модели и конфигурацию. Ну, вот такой вот пример Fluent программирования, Fluent Design, это так называемый Fluent Interface, то есть, когда через точку задаются свойства. Другой пример, это тот же самый Fluent API, но уже немножко по-другому, то есть, можно раскидать это отдельно по методам, да, если это. Другой пример, например, Fluent Validator. Есть такая сборочка, которая помогает настроить сущность, собственно говоря, и требования к её валидации, к правилам проверки её свойств. Ну, вот такой вот способ программирования. Ну, вы не знаю, писали бы такое или нет, если писали, то плюс. Плюс только Ауди, так сказать. У Ауди программисты имею в виду. Вот. А если не писали, то давайте я покажу, как это делается. В одном из своих предыдущих видео я делал обзор так называемого темплейт процессора, где говорили мы правильно и неправильно. А в другом видео я выложил этот проект в GitHub, собственно говоря, на нём я и буду проводить эксперименты. Вот в адрес вы можете к себе его клонировать потом и, в общем-то, смотреть, всё ли у вас получается так, как у меня, или, может быть, даже лучше. Ну, и перед тем, как начать, давайте определимся с подопытным кроликом, так сказать. Ну, вот есть у нас темплейт процессор. Да, давайте, наверное, на нём мы потренируемся. У нас здесь есть метод execute. Мы говорили, что темплейт процессора может выполнять одно действие. А, темплейт, ну, видимо, execute, видимо, говорю, что transform. Ну, давайте пока абстрагируемся от того, для чего этот проект предназначен. Давайте просто вот создадим какую-нибудь другую абстрагированную функцию для этого проекта. Ну, для начала давайте сделаем таким образом. У меня есть программ. Да, здесь вот есть программа. Ой, в смысле, есть код, который позволял трансформировать этот темплейт. Ну, давайте, не мудрски, а лукаво я сделаю таким вот способом. Вот, экстракт метод. Да, хочу экстракт метод. Мы назовем его Normal Implementation. Пусть будет так. Мне на самом деле это сейчас не важно. А я просто хочу это свернуть. Вот. И вот этот вот, пусть Normal Implementation будет внизу, а сюда будем писать. Ну, смотрите, раз у нас есть темплейт, давайте создадим его класс. Надо сказать, что это очень плохая идея. Объясню, почему. Смотрите, у меня темплейт процессор совпадает с названием namespace от имплейт процесса. И наследник от интерфейса будет иметь это же название. Совпадение класса объекта названия с namespace. Это не есть хорошая идея. Поэтому давайте я его сразу переименую. transform и сделаю rename. Да, вот так. Пусть будет вот так. Вот. Ну и, в общем-то, смотрите, давайте предположим, что... Давайте предположим, что у нас есть здесь какой-то наследник от этого класса. Мы его назовем... Пусть так замечательно и называется. Мы его сделаем публично обязательно. Ну и теперь, на самом деле, нужно сделать вот такую штуку. Я просто буду его здесь использовать, чтобы было понятно, что мы делаем. Transformer new transformer или как-то я его назвал. А, template transformer. Template transformer. Наверное, что-то опять промахнулось. Тимплей transform даже я его назвал. Давайте возьмем transform mer. Ну, раз уж я его так назвал. Да, предлагает переназвать соответственно и класс. И я сюда теперь его просто вот так вот возьму. Ну, я люблю копипаст, но чтобы время сэкономить. Да, нету референция. Ну, вот смотрите, у меня появился transformer. Трансформер у меня имеет одну функцию, которая называется execute. Давайте для начала... Для начала сделаем это таким образом. Ну, во-первых, что такое fluid, да? То есть предполагается... Давайте я отсюда вообще этот execute пока удалю, чтобы он не сбивал с толку вот таким вот образом. Допустим, мы решили сделать fluid API вот для fluid interface вот для этого transformer. Что у нас этот transformer должен делать? Ну, давайте предположим, что он должен сначала load какой-нибудь сделать, да? Какого-нибудь шаблона, да? А потом сделать validate. Я приду надуманно, да? То есть чрезмерно, ну, пусть будет так. Так, значит, load validate, потом что? Наверное, какой-нибудь transform. Вот, а потом... Ну, давайте после transform будем делать save. Вот, смотрите, вот такой вот примерно fluid interface мы будем сейчас реализовывать. Ну, и, в общем, давайте тогда по порядку. Первое, что нам нужно сделать, нам нужно реализовать вот этот вот метод load. Ну, давайте я сделаю void load. Вот, и теперь его имплементируем вот в этом вот. Ну, смотрите, первый метод сработал, дальше перестал работать. И в этом есть загвоздка. Потому что у меня вот этот вот класс, вот этот вот метод этого класса должен возвращать load. Соответственно, таким образом у меня получится... Здесь будет load. Здесь будет тогда дальше validate. И, давайте я тогда уже тут вот таким вот образом допишу. И, смотрите, что я сделаю. У меня тран с форм, не вижу, форм. И, соответственно, save. Таким образом у меня получается, что получается. Но, ага, тут я должен вернуть что-то, я, естественно, должен вернуться и сделаю return this. Ну, то есть я возвращаю сам класс. Давайте вот так вот сразу сделаю, чтобы это было компилибельно, если так можно выразиться. Ну, смотрите, у меня получился достаточно неплохой блюнт интерфейс. Ну, проблема здесь вот в чем. Смотрите, если я напишу, допустим, у меня есть определенная последовательность. Я могу после загрузки провалидировать и отвалидированный, оттрансформировать. И оттрансформированный в обратной последовательности. Например, я не могу сохранить невалидированный. Ну, это сделать невозможно. В данной реализации хочу вас заверить, что это не так. Она сделана совершенно некорректно, то есть я могу в любой последовательности вызвать любые интерфейсы. То есть сначала его трансформировать, потом его загрузить, собственно говоря, сохранить. И потом вот даже вот можно сделать валидацию. Ну, на самом деле это очень глупый вариант. Поэтому мы все-таки будем делать правильный вариант. И для этого нужно сделать что? Ну, во-первых, вести красоту. Ну, во-первых, давайте будем делать правильный. То есть если у меня сейчас есть интерфейс load transformer, ой, template transformer, то у него должен быть один метод transform, больше load для начального, и оттек остальных у него никаких методов быть не должно. То есть я тем самым ограничиваю. Но так как у меня он возвращает сам себя, то получается, что не получается. Поэтому, соответственно, я должен перенять эту реализацию и вернуть что-то другое. Для этого мы сделаем load. И создадим новый интерфейс, который будет так называться load. И, соответственно, вернуть он должен что-то типа new template load. вот, теперь, соответственно, мне нужно сделать имплементацию вот этого класса. Вот он тот самый template load. Вот почему я его так называл. Он должен быть публичный. И вот этот вот template load у меня должен, соответственно, возвращаться в load. Теперь у меня вообще компилиция. Но у меня теперь, смотрите, а, ну, у них вообще этих интерфейсов не было, поэтому пока ставим так. Дальше. У меня вот этот интерфейс load должен возвращать что-то другое, в частности, метод validate. И, соответственно, этот load, давайте пока напишем iTemplateLoad должен возвращать validate метод. Ну и, как вы понимаете, я должен его здесь имплементировать. Пусть пока возвращает ничего. Ну, смотрите, в данном варианте у меня validate подсветился. Ну вот, если я сделаю его в обратном порядке, давайте я вот эту вот штуку вот сюда вынесу, и теперь смогу я ими вот сюда двигать. То есть load и validate я могу менять их разными местами, и теперь у меня validate работает правильно. Фишка в том, что, если я пойду дальше, то у меня вот этот вот позволяет возвращать сам себя, и это, на самом деле, опять же, неправильно. Я должен сделать таким образом, чтобы у меня интерфейс были последовательны. Ну и, соответственно, чтобы это было так, я тогда должен здесь делать load, validate, validate. и создать новый интерфейс. То есть моя задача, чтобы мои все интерфейсы были последовательны, чтобы нельзя было сначала сохранить, а потом отвалидировать. И, соответственно, в общем, теперь у меня вот этот интерфейс, вот ошибка моя, то есть опечатка входит, теперь у меня он должен возвращать другой вариант. Ну и раз он должен возвращать вот этот Ivaled to Play, давайте сделаем реализацию, то, что я, в принципе, и хотел сделать. Обязательно его нужно сделать публичным. Вот. И теперь, раз у меня вот здесь возвращается новый return, сделаем return новый, ну, конечно же, новый файл, новый инстанс вот этого интерфейса. Ну, в общем, пока вот все получается красиво, теперь мне нужно сделать transform. Transform делается по такому же принципу, раз мне здесь нужно после валидации вернуть I template transform. Я специально именую это в таком варианте, чтобы было понятно, как вообще кто от кого зависит. Transform. И, как вы понимаете, у меня нет никаких параметров дополнительных, ну, просто для того, чтобы это все именно наглядно показать. Transform. Я опечатался. Transform. Хорошо. Вот. И здесь, соответственно, transform. Ой, это же у меня интерфейс. Извиняюсь, иди туда. Вот. И теперь, соответственно, мне нужно это имплементировать. Пока мы здесь не будем возвращать ничего, хотя нет, давайте сразу напишем template transform. Я, наверное, не очень корректно назвал, да, у меня transform и transform. Transform. Ну, ладно, пусть так и называется. И здесь напишем в эту control kd. И получается, что теперь, смотрите, у меня, так, у меня где-то ошибка. Ну, это не мудрено. Transform. Валидейт. Должен вернуть валидейт. 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 Вот он. Ай, трансформер. Я не то написал. Вот. Почему я чуть не запутался. Ну, и, в общем, давайте теперь создадим этот самый класс. Так, вот он возвращается. И проверяем. Валидейт. Где у нас валидейт? Вот он. Валидейт. Должен вернуть валидейт. Теперь, соответственно, мне нужно сделать, чтобы валидейт уже возвращал transform. Ой, не туда. Так, валидейт. Переходим к этому интерфейсу. Вот он. Он должен вернуть transform. Он просто не паблик. Вот, собственно говоря, что у нас уже получается. Как вы видите, все на самом деле просто. Хотя, кстати, это не так. Так, ну и чтобы вернуться дальше, смотрите, transform. Я покажу, да? То есть, если я захочу теперь написать в обратном порядке, да? То есть, валидейт у меня не сработает, потому что у меня после валидейта уже нету. Во-первых, нету такого валидейта. У меня есть только load, да? Давайте все остальное пока удалю и покажу дальше. Дальше. У меня после load есть только валидейт. И после валидейта есть только transform. Теперь после transform мне нужно, чтобы было save. Ну, так тоже можно программировать. Я создаю этот метод. И, как вы видите, он появляется. И теперь у меня этот вот должен его имплементировать. Я вот этот пока удалю. Вот, смотрите, что получилось. Я не могу сделать метод save, потому что у меня его здесь изначально нету. То есть, в другой последовательности мой трансформер работать не будет. Ну и, как вы понимаете, собственно говоря, это вот то, что я хотел вам показать. Ну, хотя, на самом деле, можно дальше-то сделать немножечко красивее. Смотрите, давайте я сейчас дам папку. Называю трансформер. Теперь в эту папку перетащу вот этот вот item plane transformer. Ну, и здесь нажму хитрую кнопочку, которая дает возможность переименовать namespace. И, более того, есть у меня специальная кнопка, которая раскидает вот эту штуку всем по папкам, по файлам. Называется ReSharper. Вот, вкалывают роботы, но счастлив человек. В общем, смотрите, на самом деле, как бы, вы видите, что это очень красиво, доступно, дает пользователю, вернее, дает разработчику некоторые ограничения, создает для него, значит, нельзя сделать валидацию перед лоудом, да, или нельзя, допустим, сохранить, не загрузив его, не отвалидировав, как вы видите, все отлично работает. Ну, и дальше больше. Смотрите, допустим, у меня есть интерфейс, который называется item plate load. Грубо говоря, можно идти дальше. Как вы понимаете, фантазия, она работает очень быстро, писать я просто не успеваю. Ну, смотрите, допустим, я могу здесь написать loadFromFile, да, я же могу такую штуку создать. Я могу создать дополнительный интерфейс, который будет называться, ой, дополнительный метод, да, который, ну, сейчас мне так сделаем. Вот, loadFromFile, я могу здесь добавить loadFromString, да. Я же могу так сделать, могу, то есть, сюда передавать, допустим, url файла, а сюда передавать стропу уже конкретного там шаблона, да. Вот, и таким образом у меня трансформер можно использовать дальше. Трансформер, смотрите, loadFromFile, ага, я не сделал. Имплементация, давайте сделаем имплементацию, имплемент. Вот, ну, и здесь уже получается, что я могу здесь сделать то же самое. Я могу здесь вернуть файл или развернуть процесс разработки в другую сторону, но, тем не менее, вот это вот работает. Смотрите, я могу же здесь загрузить из строки. Давайте перенесем на следующую строчку таким вот образом. И дальше, как вы понимаете, у меня снова можно будет валидировать, снова трансформировать. Ну, и, как вы понимаете, в конце можно все это сохранить. В общем, вот такой вот процесс, на самом деле, как бы, я считаю, что он такой высокоуровневый, да, программирование, когда разработка идет по такому принципу. Ну, и что это дает, на самом деле? Во-первых, у вас появляется куча интерфейсов, которые могут быть реализованы по-разному. Например, здесь у вас возвращается template load, да, и вот, допустим, я его сейчас переназову template load, я его сделаю таким вот образом, loadFromFile, да. И вот здесь вот уже могу сделать реализацию вот этого файла загрузки, вот этого template loaderFromFile, то есть, допустим, какой-нибудь там метод. Ну, давайте вот так вот, какой-нибудь конструктор опустить, какой-нибудь там input output, допустим, давайте вот так вот напишу файл, read all text там с какой-нибудь, какого-нибудь там файла, да, вот, который передается сюда. Ну, как вариант, опять же, я сейчас не пишу это, я просто показываю, да, вот, то есть, здесь у меня есть полноценная имплементация, которая там делает какие-то варианты, в общем, загрузки файла из системы. Вот, могу, собственно говоря, так, давайте я на него перейду, Ctrl-V, я могу Ctrl-C, Ctrl-V открыть и сделать вот здесь, так, неправильно назвал, неправильно, а здесь уже могу непосредственно сделать load, допустим, FromString, то есть, таких вот реализаций у меня может быть на самом деле пачка, да, я их могу варьировать на основании, там, каких-нибудь пачек, параметров, да, каких-нибудь систем. В общем, дальше больше, и суть задачи сводится к тому, что, когда появляется интерфейс, у вас появляется абстракция, значит, управлять ними можно и для юнит-тестирования, и для бизнес-логики, и для рам-тайма изменений, и для диплоймента, то есть, каждая реализация может, так сказать, соответствовать к определенному типу задания, которое стоит перед вами. Дальше бы хотелось бы сказать про вариации, смотри, допустим, у меня загрузка из файла завершилась неудачей, что может при этом случиться? Теоретически существует вероятность того, что я это захочу сделать вот таким вот способом, и, допустим, сделать здесь какой-нибудь throw error, да, какой-нибудь. Ну, то есть, завершилась неудачей, дальнейшая обработка мне не нужна, допустим, там, кейсвич, или важно, не важно, помню, другой метод, да, и, в общем, что для этого нужно сделать? Я вот так вот метод этот скопирую, перейду вот сюда, и, соответственно, дальнейшее развитие может быть примерно такое же. То есть, у меня есть трансформер, и у меня есть вот в этом месте loadString, и вот, так вот, loadTemplate. LoadTemplate у меня может завершиться неудачей, да, и я могу сказать, что у меня здесь получилась вот такая штука. Вот, ну, и, смотрите, поехали дальше. Если у меня вот здесь появляется вот throw error, я могу этот же error, этот же метод запихнуть и сюда, да, то есть, допустим, у меня при валидации какой-то error случился. Такое же может быть, но, опять же, да, теоретически у меня при трансформации может быть какой-нибудь error, такой неприглядный. Ну, и, собственно говоря, даже при сохранении я также могу получить ошибку, да, то есть, вот таким вот способом. Ну, да, можно здесь вот разделять. Ну, я хочу другое показать, да, то есть, дальнейшее улучшение вот этой вот ситуации, да, то есть, я вот покажу, что у меня есть трансформер. Ну, вот такая вот реализация, она, как бы, на самом деле, я сейчас конкретно говорю про вот этот вот вариант. Мне кажется, она не совсем корректная. Давайте сделаем вот такой вот интерфейс, который назовем iTemplateError, какой-нибудь интерфейс. И здесь делаем void, и вот таким вот, ой, лишний void, сорян. И вот такой вот дополнительный интерфейс создадим, рекоды, что-то я расслабился с namespace, с summary. Вот, ну и теперь что мне остается сделать? Мне теперь остается сделать наследование интерфейсов iTemplateError. Вот, теперь мне компилятор говорит, что уже этот метод существует в этом интерфейсе, естественно, он не нужен. В общем-то, как вы понимаете, мне теперь все, что остается сделать, добавить везде вот эту вот реализацию. То есть, это, так сказать, управление интерфейсами, манипуляциями, если хотите, она тоже дает очень большие возможности по управлениями, абстракциями. Ну и таким образом у меня появляется в каждой из этих возможностях вызвать ошибку, после которой, соответственно, не будет ничего. Ну, опять же, говорю, этот пример надуманный. Ну, мне кажется, он хорошо демонстрирует, как можно управлять интерфейсами. Опять же, все зависит от того, какую реализацию захотите сделать вы. Там могут быть разные варианты. И конкретно для того, чтобы это все заработало так, как нужно вам, нужно все-таки иметь в виду, что реализации могут быть разные. Ну, принципы, принципы, они как бы всегда одинаковые. Причем, надо сказать, что они абсолютно не зависят даже от языка. Так, ну, я исправлю некоторое количество ошибок, да. Тут у меня просто недореализовано, чтобы компилился проект. И здесь добавлю еще вот такой вот throw, throw error, если хотите. В общем, так, на этом, наверное, все. Больше мне показывать нечего. Я это все положу в гид. Вы можете клонировать себе проект и, в общем-то, поэкспериментировать, если будет интерес и желание. Ну, а я прощаюсь. Всего доброго. Спасибо, что смотрели. Посмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем общаться. Подписывайтесь на канал.